Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, уважаемые слушатели. Если событий много произошло, еще больше ожидается на этой неделе, вы все наверняка следите за тем конечной стадии процесса над полицейским, над Дереком Шовином. Ну и помимо этого, что ни город, то какая-нибудь или стрельба, или выступление. В общем, у нас время такое достаточно жаркое, хотя жары еще нет. По крайней мере, у нас на Медвесте здесь нет. Не знаю, как там на другом побережье. Сейчас мы узнаем у Игоря Туфельда, который сегодня с нами. Который будет рассказывать нам, что же он там наблюдает. Во-первых, на процессе, ну и заодно отчитается за погоду в Бостоне. Привет, Игорь. Привет, привет, Игорь. Всем привет нашим антиослушателям. Тут эхо у меня, правда, пошло почему-то. Но это издержки. Если везде жара, но не погодная, то, по крайней мере, политическая или геополитическая, социальная, уже, может быть, даже социалистическая, то в Бостоне, в общем, температура налаживается. Я имею сейчас в виду климатические условия. А вот на процессе против Шовина есть довольно интересные факты. Как раз вот буквально несколько минут назад я оторвался от экрана телевизора, где выступает сейчас адвокат Шовина. Который приводит довольно интересные факты. До этого я слушал прокурора, государственного обвинителя, который тоже привёл интересные факты. На одном я бы хотел остановиться. Причём это был такой факт, который заставил меня позвонить моему другу, врачу. И задать ему этот вопрос. Одна из версий защиты, я, правда, не совсем понимаю, почему защита выставила эту версию, что причина, одна из причин, которая могла способствовать смерти Флойда, было отравление выхлопными газами. Потому что все видели на этих съёмках, что Флойд лежит на полу, а на земле, вернее, рядом с выхлопной трубой. В общем, достаточно далеко. Но, тем не менее, версия была такая поднята защитой. И вот здесь прокурор сказал, что эта версия абсолютно отпадает, потому что, когда Флойду сделали анализ на проверку кислорода в крови, показатель показал 98. На самом деле, показатель 98, в принципе, должен быть отпровергнут. И такой причиной, как удушение, потому что, на самом деле, если человек душит, то причина удушения, собственно говоря, это остановка подачи кислорода в организм. Значит, 98% крови никак не может быть. Непонятно мне было тогда, почему прокурор использовал эту версию, доказывая, что никакого отношения к удушению от выхлопного газа это не имеет. Впрочем, в принципе, должно быть по логике вещей соответствует тому, что показатель 98% не может быть также подтверждением, а наоборот, опровержением, должен быть опровержением теории об удушении. На самом деле, врач объяснил мне такую вещь, что очень важно установить, когда был проведён этот анализ, этот тест, эта проверка, потому что, на самом деле, это просто такая небольшая прищепка, которая прикрепляется к указательному пальцу и мгновенно показывает уровень кислорода. Это не какие-то сложные лабораторные исследования, которые нужно отправлять, ждать, выставлять чашку Петри и подобные вещи. Моментально. То есть, несколько секунд, и всё на экране появляется. Так вот, всё дело в том, что необходимо знать, для того, чтобы сделать какие-то выводы, когда этот тест был проведён. Если он был проведён в момент того, как машина скорой помощи прибыла на место происшествия, то есть, когда Флойд ещё лежал на земле, то это свидетельство о том, что у него абсолютно не может быть никакого удушения, так же, как и отравления любыми другими средствами, вызывающими прекращение дыхания и доступ кислорода в крови. Но, если этот тест был сделан после того, как его привезли в больницу, где по всей вероятности, с почти что стопроцентной вероятностью, во время того, как его везли в скорую помощь, ему были оказаны все средства для приведения его, так сказать, в сознание. И если в этот момент он получил насыщенную дозу кислорода, что вполне очень и очень вероятно, то тогда, независимо от того, что произошло с ним, показатель кислорода в крови всё равно будет высоким и может соответствовать и даже превышать 98%. Так что, мне кажется, этот очень важный фактор должны были каким-то образом обыграть в суде, по крайней мере, адвокат должен был обратить на это внимание. Но речь адвоката продолжается, пока на эту тему не было ничего сказано. И, в принципе, я думаю, что, возможно, он будет говорить об этом. Потому что моё впечатление, что, несмотря на, в общем-то, очевидную предвзятость жюри, я сейчас не говорю о том, что им там дали взятки, что их там запугали и так далее, но в любом случае при таком давлении со стороны средств массовой информации тяжело принять какое-то действительно объективное решение. И даже, собственно говоря, я, человек, который абсолютно не предвзят в этой ситуации, считаю, что полицейский Шовен превысил свои полномочия. И, в общем-то, даже несмотря на то, что сейчас, вот как раз когда я наблюдал речь адвоката, он показывал много интересных видеокадров. Тех, которых, кстати говоря, никогда не показывали раньше по американскому телевидению, что, в общем-то, меня не очень удивляет. И там действительно речь идёт о серьёзном сопротивлении со стороны Флойда. О серьёзном сопротивлении. То есть всё, что было сделано полицейскими и Шовенами, я считаю, что это было сделано абсолютно справедливо, так как должны вести себя полицейские. Единственное, что мне до сих пор непонятно, почему вот эта цифра возникла 9 минут и 27 секунд. Вот это у меня вызывает серьёзные вопросы. Всё остальное, то, что я видел сейчас, сегодня, несколько минут назад на экранах телевизоров, подтверждает, что все полицейские, включая Шовена, действовали в рамках своих служебных обязанностей. Игорь, а почему действительно эта цифра, она же была 8 минут, по-моему, 46 секунд, что они не удовлетворились ею, или почему поменяли потом? Ну, ты знаешь, вообще, средством массовой информации свойственно вырезать кадры, потом добавлять кадры. Так было во время известных съёмок убийства Кеннеди, которые были засняты любителем за прудером. То же самое было во время убийства Исхака Рабина, съёмки, которые сделал Ронни Кемплер. Разница в несколько секунд может иметь очень огромное значение. Так что я не знаю, кто там чего нарастил, кто чего укоротил, зачем, почему и что. Ну, в общем, уже суд вышел на финальную стадию. И я думаю, что в течение недели, максимум двух, мы услышим вердикт присяжных заседателей. Ну, хорошо. Я вот остановиться бы хотел вот ещё на какой истории. Но для начала я поведаю, что буквально мы час назад с Леной Приговой записали очередной выпуск ТВ-клуба «Континент». И посвятили его фигуре небезызвестной Максим Уотерс. Ну, она была в центре повествования, её действия в Миннеаполисе, подстрекательские и так далее. Импич, импич, импич. Импич, импич. Так вот, не успели мы выставить. Вот она сейчас, я, кстати, могу уже сказать, что она уже поставлена в Ютубе. Но мы тут же получили метку, которая обозначает, что это видео не будет широко распространяться, предлагаться и так далее. Там не будет рекламы. Почему? Потому что, вот, видимо, вот те самые факт-чекеры, которые бдительно следят за тем, чтобы ни одно слово, как говорится, правдивое не ушло. Ну, так вот тебе очередное подтверждение той старой истины. Ну, а теперь ты можешь рассказать, если захочешь, в деталях, что же там это делало. Немолодая, скажем так, а наоборот, старейшая конгресс-вуман. Она даже, как мы с Леной установили, старше той же Пелоси, что очень странно даже представить себе. Ну, вообще-то, этот комплимент, она выглядит лучше, чем Пелоси. Хотя Пелоси тоже выглядит. Внешне она выглядит замечательно. Единственное, что, конечно, чувствуется возраст. А вот Максим Уотерс выглядит значительно моложе. Я даже не мог себе представить, что она старше Пелоси. 80-х годов. Собственно говоря, что, напомнить то, что она говорила? Да, она говорила и все. Все сразу, что, во-первых, существует системный расизм, что Трампа нужно подвергнуть импичменту, потому, что он белый супермассист, потому, что он вообще действует с подачи России, что все, что делается в рядах республиканской партии, это нарушение демократии. То есть, все с точностью наоборот о том, что происходило на самом деле. Ну, собственно говоря, я не считаю, что Максим Уотерс такой персонаж, которому нужно уделять достаточно времени. Мы уже напомнили. Извини меня. Конгресс Вуман приезжает в Миннеаполис, где происходит суд, и заявляет вот тем собравшимся у суда, что вы должны в случае не, значит, того обвинительного приговора, который не устроит, продолжать протесты. Причем какие протесты? То есть, она призывает фактически к грабежам, насилию и так далее. За что ее уже даже некоторые из республиканцев, которые все-таки совесть не потеряли, они ее уже обвинили в этом. И та же Грин сказала, что ей бы уже пора бы на покой. Ну, республиканцы, собственно говоря, что в этом удивительного? Республиканцы, понятно, что если бы кто-то из демократов ее обвинил, вот это было бы совершенно другое дело. Хотя бы один. Пока никто, насколько я знаю. Но все дело в том, что, опять же, вот интересный факт еще. Буквально, по-моему, позавчера, или, может быть, даже вчера, дом, в котором раньше жил один из врачей, который дал показания о том, что Флойд скончался не в результате удушения, и что не по вине полицейского Шовина, был облит свиной кровью. Обрызган там, облит, я не знаю, из бронгвой, они это делали каким образом. Но, на самом деле, об этом сообщили, кстати, средства массовой информации. Но, в принципе, такого рода действия являются, в принципе, преступлением, уголовным преступлением. И могут квалифицироваться, если, как сказала наша незабвенная Саня Хостин, что по заявлению директора ФБР ФРЭ, существует уже тысяча расследований, связанных с местным терроризмом, а в последнее время они увеличили еще до двух тысяч, то это же тоже, вне всякого сомнения, должно быть квалифицироваться, как местный терроризм, доместный терроризм. И, в общем-то, в этой ситуации надо еще разобраться, если эти действительно две тысячи расследований существуют, в отношении кого они вообще, против кого ведутся эти расследования. Потому что, судя по тому, что говорит Саня Хостин, это все две тысячи, которые имеют отношение непосредственно к Трампу, к 6 января, к белым супрамасистам, к которым Трамп не имеет никакого отношения, и ко всем остальным людям, которые поддерживают Трампа. Вот это вот две тысячи, вот это все террористы. Все, уже подвели черту. А среди тех, кто грабил магазины, кто убивал людей, действительно убивал людей, террориста почему-то ни одного нету, по ее словам. Что происходит в действительности? Кстати говоря, я буквально несколько дней назад зашел на сайт полицейского управления Чикагского, и ты знаешь, там очень интересно, я, кстати, советую господам такое, получить некое, я бы сказал, удовольствие даже. Там показаны ролики, там стоят, да, вот как ломали, грабили и так далее, и вот из магазина с добычей выходят те или иные сограждане, неся что-то, и вот там идет номер, обозначение, и там предлагается звонить, это еще прошлогоднее, и звоните, вот сообщите, если вы узнали кого-то из вот этих друзей, товарищей, то вы сообщите нам и так далее. Так вот, мне бы интересно теперь было узнать, а сколько звонков А они получили, и сколько из этих вот доблестных грабителей они задержали. И это еще, Игорь, это еще самое безобидное, ну раз грабили там магазин другой, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а вот когда были жертвы вот этого насилия, а ведь жертвы часто были вне цвета какого-то, да, кожи, там кто погибал, и вот представь идет судебный процесс, сидит обвиняемый некий господин, который вот имеет несчастье быть чернокожим, да, а вот за, а вот за судом толпа собралась белых супремасистов, которые говорят, мы вам всем голову открутим, ежели приговор не будет правильным. Ты можешь себе такое представить? Я могу, да, фантазия, я даже могу рассказать об одной истории, которая произошла сначала в Германии, в нацистской Германии, а потом в Америке. Был такой известный режиссер, я бы даже сказал, великий немецкий режиссер Фридс Ланг, он был наполовину евреем, и снял фильм в Германии «Метрополис», который до сих пор считается одним из классических фильмов, снял трилогию о докторе Мабузе, и снял фильм «Небелунги», который министр пропаганды Геббельс сразу назвал лучшим фильмом всех времен и народов. После этого Фридс Ланг, жена которого состояла, кстати говоря, в нацистской партии, уехала из Германии. И, приехав в Америку, первым фильмом стал фильм «Ярость». После того, как фильм вышел на экраны, Геббельс запретил все его фильмы. То есть, такая, в общем, известная нам история, что часто практиковалась не только в нацистской Германии, но и в Советском Союзе. После того, как человек уезжал на Запад, его фильмы запрещались. Так было с Савельем Крамером, так было с Леной Кореневой, так было с Олегом Видовым. Ну, можно перечислять и перечислять дальше. Вы из титров убирали их имена, оставляя, в принципе, фильм? Из титров убрали сценариста Феликса Канделя, который фигурировал так, Камов. Поясню, что он был один из трех сценаристов знаменитого мультфильма «Ну, погоди, камни-курлянский хайт». Так что в этой ситуации в общем-то я советую всем, кто не видел этот фильм «Ярость», посмотреть его, потому что там как раз обыгрывается вот такая ситуация, когда человек, которого ложно обвинили в преступлении, содержит в тюрьме, и люди, которые окружают эту тюрьму, жители этого города, уже им не нужно ничего, никаких доказательств им не нужно. Они пытаются взять эту тюрьму штурмом, поджечь ее, ну, а дальше я не буду рассказывать, потому что в этом, собственно говоря, и заключается самая настоящая интрига этого фильма, замечательный фильм, главной роли тоже великий и замечательный актер, американский Спенсер Трейси. Ну, и еще есть фильм не менее знаменитый. Ну, есть много знаменитых фильмов, но просто этот фильм как раз мне напоминает историю, которая происходит сейчас у меня. 12 разгневанных мужчин. 12 разгневанных мужчин, но потом еще был ремейк Михалкова и так далее. Есть много фильмов, связанных с этим, да, и «Свидетель обвинения» с Чарльзом Лафтон и Марленом Дитрихом. Тем не менее, вот у нас идет уже довольно такой, я бы не сказал не то, что спор, но дискуссия с участием нашего уважаемого адвоката нью-йоркского Бориса Паланта относительно того, насколько повлиять может на решение нынешнего суда с Шовиным вот эта улица, вот это общественное мнение, которое, ты понимаешь, накручено сейчас до предела и вот с участием таких же конгрессвумен еще более накручивается. Я думаю, что может повлиять очень сильно. все-таки его мнение как юриста несколько отличается от нашего, он считает, что все-таки судебный процесс это вне вот этого давления. Я абсолютно согласен с ним, что по логике вещей так должно быть, но реалии, к сожалению, иногда отличаются. Ну, вот элементарно, как эти люди, вот эти присяжные попадают в зал суда, да? Они бестелесные, они как? Они же видят, что вокруг. Я знаю, что люди, которые находятся в присяжных заседателях, они полностью отрезаны от действительности, им запрещено смотреть телевидение, им запрещено пользоваться интернетом. Они где живут? находятся в гостинице на полном содержании государства, до сих пор пока не заканчиваются процессы. Извини, где находится гостиница? Где? Я говорю о том, как это должно быть по закону. Да, но... Я только что сказал, что, к сожалению, реалии очень часто отличаются от того, что должно происходить на самом деле. к большому сожалению. Поэтому... Тем более, что я буквально несколько минут назад сказал о том, что произошло с одним из свидетелей, который только посмел даже не высказаться в защиту Шовина, а просто дать свои профессиональные показания, как он видит эту ситуацию. Собственно говоря, если люди, вообще люди или не люди недовольны тем, что человек может высказать свое профессиональное мнение, не предвзятое, просто профессиональное мнение, ему задают вопрос как медику, как патологоанатому, он на этот вопрос отвечает. Все. Все равно это как бы он свидетель защиты, правильно. У обвинения есть тоже свои свидетели. Почему-то никто не угрожает свидетелям обвинения, угрожает только свидетелям защиты. Ну, конечно. То есть, в принципе, мы видим что здесь вполне возможно, что даже эта толпа не будет удовлетворена в общем-то признанием его виновным, если степень его вины не будет такая, какую устроит публику, да? То есть, понимаешь, в то время, которое памятно нам по жизни в той стране, где мы имели счастье родиться, то мы помним, тройка была и делу конец. Ну, даже не только тройка, я помню, был такой замечательный случай, который был описан, кстати говоря, по-моему, в той же самой, даже еще в советские времена, в одном из советских журналов, о том, как где-то, я не помню точно, то ли в Прибалтике, то ли на Украине, шел процесс над бывшим нацистским преступником, то есть, один из местных жителей сотрудничал с немцами, участвовал в массовых расстрелах, был полицаем и так далее, его нашли там где-то в начале 60-х годов, в середине, ну, неважно, это не имеет значения, и вот из Москвы приехали два журналистов, которые встретились с судьями, с судебной коллегией, и, собственно говоря, судьи сказали им, что, чем все это закончится, и получилось так, что по какой-то причине, я не помню, то ли заболел подсудимый, то ли заболел кто-то из судей, короче говоря, суд перенесли на две недели, а за это время журнал «Человек и закон» вышел в печать, там статья, и люди, которые пришли в суд уже после возобновления судебного заседания, у каждого было в руках журнальчик, которым уже было написано, что советский суд вынес справедливый приговор высшую меру наказания. Хорошая история, такая примечательная история, но у нас сейчас перерыв, но прежде чем уйти, я все-таки еще раз обращусь к нашим слушателям, ну и в том числе и зрителям наших каналов «Народной волны», и вот ТВ-клуба «Континент», нам сейчас очень нужна ваша поддержка, потому что вот то, о чем я сказал буквально несколько минут назад, то, что любое наше действие, оно встречает очень сильное противодействие всех вот платформ, на которых мы вынуждены находиться, и естественно, если нам будут и дальше препятствовать, и мешать, и делать все возможное, чтобы не выходить в эфир, то есть от вашей помощи, в том числе и материальной, будет зависеть, насколько мы сумеем вообще дальше пребывать в этом качестве, ну а сейчас реклама, и да, через несколько минут мы вернемся. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают, настоящие профессионалы и интересные собеседники в прямом эфире Народной Волны с Игорем Цесарским. Возвращаемся в программу Радиоблог с Игорем Цесарским. Телефон в студии 847-400-5200. Это тот случай, когда вы можете позвонить, задать вопрос и получить на него ответ. Игорь, у нас уже есть звонки, если вы не возражаете. Да, конечно, единственное напомню, что с нами Игорь Туфельд из Бостона. Да, слушаем вас. Добрый день. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо большое за вашу информацию, особенно про 98%. И вы знаете, я так понимаю, что это не имеет значения, вернее, даже это лучше, если в госпитале у него было 98%. Потому что это значит, что даже если бы этот полицейский его удушивал, так сказать, даже 20 минут, он после этого еще дышал и дышал на 98%. Он же не был под аппаратом искусственного дыхания. Он дышал сам. Единственное, что там мы могли там кислород вставить, там 10 литров, 2 литра, сколько угодно. Но не важно. Важно то, что он сам дышал, то есть он его не удушил. И это все, как у нас говорили, раздуть из мучи слона и спекулировать слоновой костью. Понимаете? Это то, что демократы делают постоянно. Но, короче говоря, судят человека просто ни за что. Спасибо большое. У нас есть сейчас комментарий. Добрый день, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Начиная с 70-х годов, когда афроамериканская община Соединенных Штатов, начиная вот из Детройта, затем в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в Балтии, в Фергусине, и кончая вот смерть героя демократической пары Джорджа Флойда, вот всюду винят белых полицейских в основном. А вот когда атаковали здание конгресса, там погибло белые сторонницы, скажем так, Трампа, то полицейского даже не обвинили и даже его имя нигде не фигурирует в прессе и нигде, короче, его прикрывают. Вот. Не кажется ли вам, что нынешняя ситуация в Америке сложилась таким образом, что влияние белых в Америке угасает и прошла черту невозврата? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Игорь, пожалуйста. Кажется. Очень даже кажется. Кроме всего прочего, вы упомянули об убийстве Эшли Баббетт. Да, это действительно была трагическая ситуация, и никто не пытался разобраться. Ну, по крайней мере, я могу вам сказать точно. Я не знаю всех деталей, я не знаю, насколько вина полицейского в этой ситуации может быть доказана или может быть не доказана, потому что ситуация была явно нестандартная. И явно, что здесь тоже нельзя применить никакого термина расизма или антитрампизма, просто ситуация действительно была нестандартная. Я не пытаюсь оправдать полицейского и не пытаюсь наоборот обвинить Эшли Баббетт, ни то, ни другое я не делаю, у меня нет абсолютно никакой информации на эту тему. Но единственное, что я могу вам сказать, я абсолютно в этом уверен, что если бы подобная ситуация произошла бы и убитой была бы не Эшли Баббетт, а афроамериканка, то демонстрации и протесты были бы по всему, по всей Америке. И уж тут бы уже точно, если бы это еще произошло 6 января, то обвинения в адрес Трампа были бы еще более, еще более суровыми и более абсурдными, скажем так. Короче говоря, двойной стандарт он налицо. Хорошо, у нас есть... Да, еще хочу добавить одну вещь, что вот вы упомянули о том, что имя полицейского не называется, но тут не только имен полицейских не называют, не называют даже имя террориста, который 18-го, несколько, две недели тому назад, я не помню, какой это был, 8-й апрель, по-моему, убил одного полицейского, его звали Ноа Грин, но буквально за несколько дней до совершения теракта он принял ислам и изменил свое имя, стал Ноа Джим Мухаммед, но никто не говорит о том, как его звали, ни Ноа Грин, ни Мухаммед, никак, убийца полицейского, просто здесь, в Массачусетсе, я знаю это еще более подробно, потому что, к сожалению, этот убитый полицейский был еще и родом из Массачусетса, и похороны его состояли здесь, поэтому эта информация постоянно муссировалась в прессе, и при этом имя убийцы не упоминалось. Игорь, давай звонок принял. Добрый день, слушай. Добрый день, господа, я немножко хочу отвлечься от этой темы, потому что по этой теме, как говорится, все уже не убавить, не добавить, ну, это как кавкянский, помните, у Кавки суд, обвинение, они не знают, в чем обвиняются, но это все проехали. Меня сейчас интересно, я хотел бы вам задать такой вопрос, другой. Сейчас сообщение в кресиях, что в Аризоне уже окончательно будет проводиться forensic audit of the ballots. что мы, вопрос, и еще один, там данные, якобы, якобы, человеку по имени Йоганн Пуллицер, который обладает софтвер и хардвер, короче, этот, компьютерный гуру, который может развлечить, который заявил, что он все увидит, найдет, якобы ему предложили 10 миллионов, чтобы он не отказался от участия в аудите. Мы могли бы это прокомментировать? Спасибо. Спасибо за звонок, Игорь. У тебя есть информация по этому поводу? У меня есть информация. Пуллицер принимал участие в расследовании, он продолжает вести свое независимое расследование, и возможно, что в скором будущем мы узнаем какие-то дополнительные факты, но то, о чем вы говорите, Граста Монитоба в Аризоне, да, проходит аудит, 2 миллиона 100 тысяч голосов будут проверяться, и по последним данным будут проверяться не компьютерным образом, а то есть вручную все эти бюллетени будут подсчитаны. Сколько времени это займет, я не знаю, поэтому мне тяжело ответить на вопрос, что будет раньше, результат Йохана Пуллицера или результат ручного подсчета в Грасте Монитобе? Или как у Хаджина Средина было, помнишь? Что это Аризон, а? Или как у Хаджина Средина было? Ну, здесь ты имеешь в виду кого? Подсчет Монитобе, результат Пуллицера и президентства Байдена? Да, да, Кто там первый уйдет? Но смех смехом, но я вот уже на моей памяти мы, по-моему, про Аризону уже с тобой несколько месяцев говорим, приводя вот это, что там идет этот подсчет, но идет он, не идет вообще. Ну, совсем не так, совсем не несколько месяцев. Мы говорили о том, что хорошо бы было бы, чтобы он начался. Хорошо бы, нет, нет. Да, но начался он где-то буквально, по-моему, три недели тому назад или месяц тому назад. Побольше, ну, месяц хорошо, я месяц ошибся. Ладно, у нас есть еще звонок, давайте попробуем принять. Добрый день, слушай, Масл. Добрый день, извините, опять я. Я хотел сказать, ему предложили 10 миллионов, чтобы он отказался от той работы, которую он делает по отношению. Вот такая вот информация. И еще тогда вопрос такой. Допустим, 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 случилось чудо. Я думаю так, что я на каком-то... То тогда, видимо, сумма 10 миллионов его не устроила. Ну, может быть. Чтобы он отказался от участия в аудите. Вот, а чего стали скупить. Это вот. Давайте так посмотрим. И допустим, аудит, они сказали, где-то у них, они надеются закончить до августа месяца. И они, допустим, обнаружены действительно фальсификации, подделки. То, что мы имеем основания предполагать. Что из этого следует? Спасибо за свидание. Игорь, что из этого следует? Ну, вообще, само окончание, дата окончания, август месяц, уже выводит на какие-то размышления. Поэтому будем ждать результатов. А что из этого будет следовать? Посмотрим. То, что последовало в Джорджии, мы уже знаем. Там приняли новый закон о выборах, который по сравнению с законом, который был принят во время нахождения у власти, вернее, в Сенате сенатора Байдена, был на самом деле гораздо более жестким, чем то, что сейчас приняли в Аризоне. То есть, количество требований в отношении предъявления удостоверения личности существовало в штате Долавер уже много-много десятков лет. Количество людей на избирательных участках тоже существовало много лет. Но самое главное, что предварительные выборы в штате Долавер вообще были запрещены раньше. А в штате Джорджии сейчас их сократили по-моему 17 дней до дня выборов. Так что ах, какая вообще неудача, какой расизм 17 дней, да? И какой расизм требовать предъявить документы? У меня просто вот вопрос к этим людям, которые вообще все это говорят. Человек приходит в банк и хочет снять со своего счета 2 доллара. У него попросят какой-нибудь документ или нет? Ну, скоро, наверное, нет. Нет, ты ответь, сейчас попросят? Обязательно. Расист. Обязательно попросят. Ты расист. Да я понимаю, ну, слушай. И банки все надо и банки все импортировать. Да, да, да. И не только банки вообще, везде, где только могут потребовать какие-то документы. Интересная вещь вообще. И вообще, между прочим, я считаю, что полиция, даже доказательств не нужно, что они расисты. Когда они останавливают кого-то за нарушение дорожных правил, они что спрашивают сначала? Документы. А если у человека нет документа? Если нет документа, что ему делать? Я имею в виду все-таки те бедные, которые даже не имеют своего личного транспорта, не имеют железа. А вообще, помнишь? А если угнал? А если угнал? Тоже не надо документы показывать. Ну, угнал, угнал. А угнал, чтобы... Я говорю, вообще надо отменить водительские права, вообще удостоверение личности. Машин, и причем таких серьезных, а у кого-то не одной. Вот он и угнал, допустим. Значит, что он? Он хочет уравновесить. Ты знаешь, что мне это напоминает? Был такое в свое время революционер Мечаев. Был? Да, который написал катехизис революционера знаменитый. Вот там, собственно говоря, описывается много. Мы вообще многое узнаем сейчас из истории России. Кто первым планировал вот этот теракт с использованием самолетного средства? хотели угнать самолет для того, чтобы не угнать, а купить самолет. Тогда еще не было пассажирских рейсов. Напомню, 1906 год. Инициатор этого проекта был известный агент охранки и он же член боевой секции эсеров АЗЭФ. Кстати, самое интересное, что первое, когда он предложил это на заседании боевой организации эсеров, ему сказали, что основная проблема будет со средствами. Но буквально через неделю оказалось, что это не самая главная проблема. Средства появились мгновенно. Так, Игорь, давай из истории современно свернемся. У нас есть звонок, попробуем его принять. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, это Ирина из Атланты. У меня, в общем-то, не вопрос, а просто маленькое такое замечание. Недавно получила письмо из-за Кондо Бород Ассоциейшн, что освободилось в три места и хотят проводить выборы. Но там была такая маленькая приписочка. Если вы задолжали больше, чем 30 дней оплатить свои биллы или ассессмент или какие-то еще там расходы, то вы не имеете права участвовать в голосовании и не имеете права быть выбранными. Вот мне интересно, есть ли какие-нибудь проверки подобные по поводу выборов, например, в государственное учреждение, в Думу, на пост президента или еще что-то. Спасибо за звонок. не знаю, насчет Думы мы вряд ли можем что-то вам помочь. Я думаю, что вряд ли у депутатов Думы, даже кандидатов депутатов Думы есть задолженность за квартплату. Да, но мы не продумали про Конгресс все-таки, но... Но и в Конгрессе тоже, я не думаю, что такие проблемы существуют. И если не дай бог кому-то в голову пришло такое сделать, опять же, мы возвращаемся к выборам, то его бы растерзали, вот это был бы уже расизм такого высшего свойства, потому что мы знаем, что у некоторых из тех, кому надо голосовать, даже если они не хотят, есть проблемы и с квартплатой, и с прочими какими-то вопросами. А, кстати, когда ты говорил про паспорт и так далее, про документы, помнишь же классическое, кто был человеком у нас без паспорта? В том знаменитом произведении, которое ты любишь цитировать. Ага, ну, я, правда, не совсем понимаю, что ты сейчас имеешь в виду. Ну, человек без паспорта был господин товарищ Паниковский. А, ну, товарищ Паниковский, конечно, ну, да, но это, знаешь, уже как-то тяжело приезжать. Да, любовь при страсти к гусям господина Паниковского и без паспорта его проживания, ну, собственно говоря, да, на современной Америке. Вот он бы тоже в современной Америке смог бы. Я, кстати говоря, не исключаю, что именно этот персонаж появился у Ильфа и Петрова после того, как они написали свою знаменитую книгу «Отноэтажная Америка». Нет, по-моему, она позже появилась по времени. Ну, неважно, путешествие-то было до этого, книжка появилась позже, а зарисовки-то и записные книжки. Ставим Ильфа Петрова в покое, ну, примем звонок еще один. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Эту проблему надо решить очень просто. Единая Айди для всех американцев. Так, как был паспорт в Союзе. Так. И поэтому вот будет все. Ты приходишь на избирательный участок, показал свою Айди и все. Ну, знаете, что значит Единая Айди? У нас есть несколько видов документов, где подтверждается личность. Есть паспорт, есть права на машину, есть просто... А это просто, чтобы было Айди. Если за паспортом ты должен идти, если хочешь. А Айди ты должен иметь и все. Но дело в том, что все его имеют в принципе-то. Это же просто... Все легальные граждане и они удостоверение личности. А почему эти мои нельзя жить? Нельзя получить даже пособие без него. Ничего нельзя без удостоверения такового. Я знаю, как было, допустим, 40 лет тому назад здесь, в Америке. Пожилые люди для того, чтобы получать свои футстемпы, они должны были иметь Айди. И было специальное место, где они получали эту Айди. Правильно, так и сейчас то же самое. Ну так... Есть такие документы. Более того, я вам могу сказать, что сейчас ситуация еще упростилась, что когда человек приходит получать или водительские права, если у него есть разрешение на вождение автомобиля, или удостоверение личности, это одна и та же организация, которая ведает транспортом, регистрации транспорта. И одновременно, когда человек получает удостоверение личности в виде прав или удостоверения личности, он автоматически регистрируется как потенциальный избиратель и прикрепляется к тому участку, по которому он прописан. Ну так в чем проблема? Так кто-то все и делает, что проблемы нет, проблемы не дало. Вы очень хорошо сформулировали свой вопрос, потому что именно в этой ситуации и нет никакой проблемы, потому что всегда было узаконено, человек, приходящий на избирательный участок, предъявляет удостоверение личности, и после этого ему выдают талон на голосование. А сейчас этот закон, который узаконили в штате Джорджия, считается российским, потому что далеко не у всех есть документы, удостоверяющие личность. Теперь вопрос, у кого нет этого удостоверения, а их нет у тех, у кого нет разрешения проживания в Соединенных Штатах Америки, то есть у нелегальных иммигрантов, а нелегальные иммигранты в соответствии с американской конституцией не имеют права принимать участие в выборах. Все просто. Так в чем проблема? В чем проблема? Есть закон, и есть эти ID. В том-то все и дело, что проблема заключается в том, что демократы никогда бы не победили на этих выборах в ноябре прошлого года, если бы не было махинации. А махинации были в том числе и с привлечением нелегалов, и людей, которые приезжали из других штатов голосовать. И им это удалось именно потому, что никто не спрашивал у них удостоверения личности. А сейчас, когда в штате Джорджия по закону требуется доказательство проживания в штате Джорджия и предъявления удостоверения личности, это почему-то у некоторых демократов вызывает определенную негативную реакцию. И они называют это расистским законом. Хотя ничего расистского в этом нет. А в этом есть просто желание соблюсти закон и конституцию Соединенных Штатов Америки. мы неоднократно об этом говорили и в чем проблема как говорил сейчас наш слушатель да действительно проблем это нет если подойти к этому вот с такими даже простым логическим заключением но увы для кого-то создать проблему именно было целью почему потому что иначе никак попробуем его принять но это последний уже у нас мало времени просьба быть короче добрый день слушаем вас добрый день вы сейчас у меня с улево упадете вчера на русском телевидении я видел передачу вы помните фильм однажды в Америке так это русское телевидение ведет передачу из Нью-Йорка с одним человеком который 24 года нелегально живет в Америке и пользуется и медициной и всеми делами у него ни документов у него вообще ничего нет и он деньги посылает домой в Казахстан своим жене и детям он их там выучил и работает здесь и на пол это полный сервис это он ли на Америке вон тайм на Америке это я слушал это я думал что я не знаю где я нахожусь вообще из какого он штата Нью-Йорк Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити в Нью-Йорке он живет а его проголосование не спросит это передача у него были две или три операции он пошел в госпитале у тебя документов нет больше 100 тысяч ему приходят белые какие белые кто будет их платить ничего живет и он говорит я не поеду в Казахстан потому что здесь мне намного лучше у меня тут полный сервис а там все время перемены там все время я не буду ехать туда про голосование он не спросили кстати про голосование он голосует у него нет таких документов у него ничего нет а это не важно а это не важно действительно я не знаю я этого же не знаю я уже ну хорошо вот вы видите глядячи на эти передачи можно получить очень интересные представления о том что у нас в стране происходит иногда вот ну хорошо мы наверное уже будем подводить какую-то черту под разговором у тебя есть 20 секунд ты можешь это сделать Игорь ну что здесь можно сказать была такая песенка в союзе если кто-то где-то как-то там у нас порой честно жить не хочет то пожалуйста приезжайте в Америку особенно в город убежишь и будет вам счастье и радость ну а вам дорогие друзья хорошего дня хорошей недели и оставайтесь с нами оставайтесь с народной волной с ТВ клубом континент с интернет газеты континент